Дорогие друзья, уважаемые товарищи, меня с Михаилом Ивановичем связывает гораздо больше, чем просто дружба или знакомство. У меня на рабочем месте дома висит картина, где Новушкин, Соломин, Михаил Ивановой говорят «Спасибо вам, Саверность, потомки». Эта уникальная вещь в Кремлевском дворце, которую Минэкономия и Победы проводят, он вдохновил очень много. Новушкин является одним из главных авторов того бессмертного полка, который прошел от Владивостока через Красную площадь и через всю нашу державу. Молодые, старые, живые, мертвые прошли вместе, символизируя верность нашей великой победе, нашей Родине, нашей державе. Потому что сегодня мы все оказались в крайне трудном положении. Мы были однажды в истории зарайованным, но никогда не были разделенным народом. Через 20 миллионов русских оказались брошены за теми границами, которых никогда на всей Родине нашей не было. Сегодня они иногда просто люди третьего сорта, как это случилось при Балтске, где уже нацисты и бундесвера копались и снова нам угрожают. Михаил Иванович своим творчеством сегодня помогает оздоравливать нашу душу и мобилизовать всех для того, чтобы мы выскояли в это нелегкое для всех нас время. Он выпустил два тома «Быть человеком» и «Точка опоры». Я бы хотел посоветовать отцам и дедушкам купить эту книгу своим детям и внукам. У меня 8 внуков, из них 7 солдаты. Я считаю, что те, кто воспитываются на творчестве вот этих четырех великих русских современных деятелей культуры, искусства и творчества, они в состоянии и будут справиться с вызовами, проблемами и трудностями. Мы с Михаилом Ивановичем проводили большой вечер в Коломну, а то он президент поддержал Кремлевского. И сегодня этот вечер в удивительном храме, где прошли последние годы всемирные русские соборы, возвышая наш дух и мобилизуя нас на борьбу за подлинное добро, справедливость и дружбу народа. Я Михаил Ивановичу хочу поклониться, поблагодарить, когда мне было совсем плохо, судили, запрещали, допрашивали. Я к нему обратился, какой бы ты мне предложил девиз, он сказал, Россия, Родина, народ, Зюганов верный курс берет. И с этим лоданом я двигаюсь по жизни, считая, что дружба народа, справедливость и трудность, это главное, что есть у нас на свете. Михаил Иванович, мы учредили орден дружбы народов за укрепление. Вас знают во всем нашем Великом Союзном Отечестве. Вас любят и вашим творчеством дорожат. Позвольте от имени всех, России, Украины, Белоруссии, Закавказья, Средней Азии, всех патриотических сил, вручить вам эту высокую народу и поблагодарить вас за то, что вы верны нашей Родине, великой дружбе и делаете для этого все, чтобы мы снова были вместе, были счастливы, свободны и жили под мирным миром. Я бы хотел еще один, небольшое одно поздравление своим молодым коллегам представить слово Михаила Ивановичу. Ярослав. Уважаемый Михаил Иванович, в этом году вам исполнилось 80 лет, Октябрьская революция исполняется 100 лет. Нам все время говорили о том, что у нас разобщенный народ, но на самом деле в легендах смысле он стал единым. Вот посмотрите, такую вот икону придумали по легенде, которая делась в народе, о том, что в самые страшные годы Великой Отечественной войны Иосиф Среонштайн пришел к ублаженной матрелочке. Мы хотим ее вам дать как символ того, что наше общество едино. И еще один небольшой подарок. Мы сегодня в начале концерта видели, как герой вашего фильма, Синицын, проникновенно противостоял психологической атаке, читая Есенина. Мы вот вам хотим подарить полное собрание сочинений Сергея Есенина. Спасибо.